Всем привет! Сегодня я расскажу немного о новом Форже. Он еще активно разрабатывается и что-то в нем работает еще криво, какие-то решения еще не работают, но попробовать его уже можно и очень даже нужно. И сегодня я покажу, что интересного в него уже добавили и на что можно обратить внимание. Но перед этим хочу немного рассказать о своем новом сервере в Дискорде. Это Stable Diffusion Art Club. И это не просто большой чат, это большая площадка для общения для всех, кто увлекается нейросетями и особенно Stable Diffusion. Здесь можно не только делиться своими картинками, но можно их и генерировать, можете задавать мне любые вопросы, я с радостью на них отвечу. Все свои уроки и гайды я собрал со всего интернета, которые были разбросаны по разным соцсетям. Теперь они будут в одном месте на этом сервере и вы их теперь легко найдете. Есть один большой плюс, что видео с Ютуба в Дискорде можно смотреть без тормозов. Можете прямо сейчас перейти по ссылке и посмотреть его там. Кроме уроков я сделал там много тематических каналов для обсуждений по разным нейростям. Можете задавать любые вопросы, постараюсь ответить на каждый. Возможно кто-то захочет помочь и поделится с вами еще какой-нибудь интересной информацией. Еще там есть три нейростевых бота, которые генерируют картинки. Один работает на самой популярной сейчас модели Flux, второй на модели Excel и третий на модель Dali 3. Еще есть бот это ChatGPT, он умеет писать промпты или с ним можно просто пообщаться на любые темы. Все боты абсолютно бесплатные, понимают русский язык, в том числе и Flux. Можно ему просто написать, что вы хотите увидеть и он сразу сгенерирует то, что вы хотите. Можете пользоваться ими в любое время и без ограничений. Так что приглашаю вас на свой сервер Stable Diffusion Art Club. Чувствуйте себя как дома, ссылка на него будет в описании и в закрепленном комментарии. А пока давайте вернемся к форжу и посмотрим, что нового в него добавили. На главной странице можно посмотреть, какие изменения в него внесли за эти пару месяцев. Что в нем уже есть, что уже пофиксили, а что еще в процессе. С последнего моего видео прошло уже пару недель и интерфейс в него опять поменялся. Появилось дополнительно окно для VAR, для моделей Clip и текстовых энкодеров. Еще появилось отдельное окно для ускорителей для Flux. Они работают не только для Flux, но и для других моделей. Об этом разработчик пишет на своей странице в GitHub. В нем также есть предустановленные расширения, как и в прошлой версии, в том числе и Control.net и FreeU. Ну и другие, которые были в февральской версии. Ну и пара новых расширений, которые тоже улучшают картинку. Я протестировал все расширения со своей старой сборки и какие-то незначительные расширения пришлось убрать. Почему-то не встал Промтген, Сталск, криво отображался, Кангмастер сломался, Промтформатер. Но все остальные в основном нормально работают. Я их тестировал всю прошлую неделю. Единственное, что подключивает сейчас при перезагрузке, это Civit AI браузер. Я разработчику о нем уже написал. Посмотрим, что это может с этим сделают. Эту сборку, которую вы видите сейчас на экране, уже можно скачать. Я уже все настроил, проверил, работает как часы. Или можете скачать оригинальные форши и установить только те расширения, которые нужны. Все ссылки я оставлю под этим видео на сервере в Дискорде. Там же пишите свои вопросы и комментарии. Здесь могу запросто проглядеть, потому что в комментариев обычно бывает много с разных видео. Хотя я стараюсь отвечать всем на все вопросы. Давайте перейдем в Image2Image. Там тоже есть изменения. Немного обновился интерфейс. Здесь появились новые кнопочки для навигации. Теперь можно фото приближать к колесикам мыши. А перемещать можно, зажав правую кнопку мыши. Картинку теперь можно перетаскивать на рабочий стол или в другие окна браузера. Кстати, из фотошопа тоже теперь можно копировать картинку и вставлять в Image2Image. Давайте перейдем в скетч. В скетче и инклейте появилась мягкая и прозрачная кисть. А еще в Image2Image можно теперь добавлять файлы PNG, то есть картинки с прозрачным слоем, и обрабатывать их с помощью LayerDiffuse. Это расширение тоже от разработчиков Поржа, и оно работает с Image2Image в паре. К примеру, вы видите сейчас на экране. Сначала я удалил фон с помощью приложения из вкладки Space, затем закинул в Image2Image и обрабатывал края с LayerDiffuse. Вот так оно обработало все неровные края, которые остались при удалении фона. При этом картинка сохранилась также с прозрачным слоем. А теперь давайте перейдем к самой вкладке Space. Итак, что такое Space? Это небольшой каталог со встроенными интерфейсами, которые запускаются в отдельных страницах или окнах браузера. Они подгружают уже свои модели, и у некоторых они довольно объемные и будут загружаться какое-то время. Я их уже загрузил, протестировал, поэтому долго не буду на них останавливаться, кратко расскажу про каждые из них. Чтобы их запустить, нужно сначала нажать Install, потом Launch, и после того, как загрузятся все модели, запустится отдельное окно с этим приложением. И первый интерфейс это General Image Generation, он создан для модели Imagine XL. Она генерирует картинки в стиле аниме, для чего ей нужен отдельный от Forza интерфейс, я не понял. В нем нет ничего такого, что нет в Forza или в автоматике. Наверное, кроме дополнительных пресетов, эту модель можно также скачать с CYTAI и просто генерировать. Следующий предназначен для удаления фона, это что-то типа аналога расширения Remove Background. Он неплохо удаляет задний фон, настроек у него немного, всего две кнопки, и есть возможность загружать картинки из интернета. Дальше у нас модели, которые распознают объекты на картинке. Предназначения всех я не знаю, но вот первые три делают неплохое описание по картинке, это тот же Prompt. Я закинул его в Forza и получил вот такой результат. В принципе, им можно пользоваться вместо интергейтера. Еще один интерфейс или плагин генерирует карту глубины и карту нормалий. Все это есть уже в Control Net, и зачем делать его отдельно, пока непонятно. Но если вы знаете, напишите об этом в комментариях. Дальше тоже модель для получения карты нормалий. Их использую для 3D моделирования, я от этого далек, так что двигаемся дальше. Кому интересно, можете потестировать. А вот следующее тоже от разработчика Forza, которому остается только удивляться, как он все успевает. Есть аналогичное расширение для Forza, как и для автоматика, это IC Lite, но здесь функций в отличие от него немного больше. Суть его в том, что модель вырезает объект с фона, исходя из промпта или пресета. Изменяет его, а также накладывает дополнительное освещение. Если вы занимаетесь фотосъемкой и обработкой фото, то оно вам может пригодиться. Это расширение или приложение, интуитивно очень понятно и разобраться в нем не сложно. К тому же модель неплохо вырезает объект из фона. Дальше идет IDMVTONE. Это интересное приложение, оно заменяет одежду на персонажа, на вашу одежду, то есть на ваш референс. Причем получается очень даже неплохо. И если вы занимаетесь ретушью или реставрацией, то там замена одежды часто встречается. И это приложение вам точно пригодится. Не всегда, конечно, получается идеально, но иногда бывают косяки. На это может повлиять как поза, так и качество фотографий. Но в целом это не критично. Ведь всегда можно что-то доработать в фотошопе, главное, чтобы была основа. Здесь уже есть несколько примеров, можете потренироваться на них или попробовать свою одежду. В целом, мне это приложение очень понравилось. Если вы занимаетесь ретушью для гравировки, оно станет для вас незаменимым помощником. Следующая модель, это аналог модели для Control Net, только с дополнительным интерфейсом. Оно предназначено для создания QR-кодов из генерированного промпта. Пишите промпт, закидывайте свой QR-код в окошко и на выходе получаете вот такую картинку. У меня своих QR-кодов нет, поэтому я просто потренировался на образцах. И последнее приложение, это модель Photomaker 2, а первой модели я уже рассказывал вот в этом видео. Если интересно, можете посмотреть. Здесь та же схема, пишите небольшой промпт, вставляете триггерное слово и добавляете свои фотки. Только здесь автор рекомендует добавить несколько, чтобы при замене лица было больше схожести. И хотя лица сейчас получаются больше похожие на оригинал, то вот по качеству она точно проигрывает тому же Instant ID или InstaSwap. Есть дополнительные настройки и пресеты, можно попробовать на встроенных примерах. Главное, когда вы закончите работать с какими-то приложениями, то не забудьте нажать на Terminate, чтобы они не съедали вашу оперативную память. Потому что пока я тестировал, мне пришлось пару раз перезагрузиться. И как вывод, я бы отметил три приложения из вкладки Space. Это Florence 2, iC-Lite и IDM VTONE. Мне они показались наиболее полезными, но я могу ошибаться. Поправьте, если я не прав. У вас может быть свое мнение, и я его уважаю. Если вы их уже потестировали, то напишите в комментариях, какие вам больше всего понравились. Ну а на этом у меня пока все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если хотите, чтобы я разобрал какие-то из этих приложений или расширения более детально, напишите об этом в комментариях. А я пока желаю всем успехов в творчестве и всего наилучшего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok